Значит, смотри, очень многих, очень многих смущает такой вопрос. Ну как так? 35%? Ну это же какой-то тут лохотрон, деньги берутся от людей там ниже стоящих, это пирамида, ну и прочая такая ересь. Да, действительно, в интернете дофига таких вариантов. Пригласи друга, сними с него там 20 рублей и гуляй дальше. Дело в том, что практически это, так сказать, то, что мы сейчас платим, это не какой-нибудь взнос и оплата. Это называется покупка трафика. Что такое трафик? Покупка посещений на какой-то сайт. Это чистая работа в интернете. То есть, есть такая даже профессия вебмастер. Одна из, так сказать, его направлений, ну вебмастер на большое там значение, он там и сайты делает и прочее. Но одна из его функций вебмастера, это брать чей-то чужой товар и закупая где-то на каких-то сервисах, там на социальных сетях, тизерную рекламу ставить. То есть, создавать рекламную кампанию, платить за эту рекламную кампанию деньги, продавая чужой товар, и получать прибыль. Привожу к примеру. Допустим, вы предприниматель. Где-то в Китае вы купили тысячу смартфонов по цене там 10 тысяч рублей, там или 6 тысяч рублей. А в России вы хотите продать их за 20 тысяч рублей. Ну, сами понимаете, тысячу смартфонов продать, так сказать, ну просто так никак. Причем, варианты бывают гораздо больше. Для этого существуют специальные CPA-сети. Они уже существуют лет 10 или 15, их много сейчас. Он приходит, я прихожу к владельцу сети, я говорю, слушай, товарищ, вот нужно продать. Он говорит, проблем нет. Ну, учти, что, значит, 18 тысяч будет смартфон, но с каждого смартфона CPA-сеть берет тысячу рублей за продажу. Что делает CPA-сеть? Она выставляет этот товар у себя на сайте. На этом сайте приходят веб-мастера. И он смотрит веб-сет, как правило, что социально этот CPA-сеть подготавливает, дает рекламный материал, уже готовый. И, в принципе, веб-мастеру особенно не нужно и голову ломать, у него же все готово. Там у него вся статистика, все есть. Но веб-мастер получает 500 рублей. То есть практически за каждый проданный товар веб-мастер получает 500 рублей. Но чтобы их получить, нужно веб-мастеру что? Кому-то как-то предложить. Можно, как у нас говорят MLM, каменный век, походить по бабушкам, показать, вот смартфон не нужен, или там чего-то, позвонить кому-то другую соседу. Но это так не делается. Опять же он идет куда-то в Facebook, допустим, в группу. Не в группу, а даже в Facebook сервис. И платит деньги Facebook. Facebook ставит в определенных местах его рекламу. То же самое ВКонтакте, YouTube. Все эти социальные сети берут денежки. Они говорят, давай денежки тебе 10 тысяч просмотров и 5 тысяч рублей. Ради бога. И теперь задача веб-мастера, профессионала, не слить трафик, так называемый. То есть я закупил 10 тысяч просмотров, поставил, у меня очень хороший товар, называется выпускные платья. А на улице зима. Кому нафиг выпускные платья нужны? Вы к этому, к школе. То есть деньги слились, никто эти платья не купил. Почему? Потому что я не вовремя, так сказать, ни в сезон не выбрал. Или наоборот, есть кормящая мамочка. Я тогда решил кинуть рекламу о хоккейных, так сказать, о клюшках и хоккейной амуниции. Что будет? Слив будет трафика. Поэтому веб-мастер опытный знает, когда ставить, где ставить. И сколько не переплатить. То есть потому что, как говорится, сколько нужно просмотров. Ну вот эту всю работу профессиональную делает за нас умный бот. Маркет-бот. Вот, который создали. Он ищет как раз то место, тот товар и те группы, где можно поставить, так сказать. Он разбрасывает специальные технологии для этого. Наша задача как раз, если веб-мастер покупает деньги, за свои тратит. Кстати, у веб-мастеров бывают доходы, заходят 2-3 миллиона рублей в месяц. Они, кстати, тихие, ребята. Их не слышно, тут никаких соцсетей у них нет, ничего. Они работают так тихоря. Но для того, чтобы получить 2 миллиона рублей в месяц доход, нужно влить трафик на 8 миллионов рублей. У кого такие деньги есть? Ну, в принципе, считается для веб-мастера 40-30% это шикарно. 50-60% замечательно. У нас так и получается. Получается то, что мы платим, как говорится, даем веб-мастеру нашему роботу деньги, он на эти деньги покупает рекламу, он поставит, и потом часть, в принципе, если бы мы без этого бота работали, мы получали бы не 25-35, получали бы 60-50-70. Ну, если бы мы были профессионалами. Но нужно делиться, потому что и компании нужны деньги, и там обслуживание. И, честно говоря, я посмотрел поддержание сайта, я уже говорил, что на сайт приходит на сегодняшний день 1,5 миллиона 800 тысяч посещений в день. Это, извини, чтобы поддержать такой трафик, нужно за сыры сплатить несколько тысяч долларов, наверное, в месяц. Потому что просядет трафик. Но сайт держит, я смотрю, скорость отличная. И вот все эти данные, то есть сколько посетителей в день, я сейчас вот сброшу ссылочку, и ты посмотришь, как это все выглядит. Собственно, это реальное. Посещают наш сайт более 50% американцев. То есть это просто не какие-нибудь участники. Участников здесь у нас где-то тысяч 30-40, наверное, вообще. Вот те, кто именно вложили деньги. А посетители, которые вообще не знают о нашей компании ничего. Он пришел где-нибудь в Америке купить себе авиабилет. Или купить себе какое-нибудь вечернее платье. Я уже смотрел. Он приходит на этот сайт, покупает, но это все учитывается, проходит через наш офис и отражается в нашем, так сказать, бэк-офисе. Все это, конечно, довольно сложная штучка и придумано умными людьми. Нет, тут не просто так. Тут серьезная программа. Ну вот так где-то я ответил на твой вопрос, нет? Да, отлично. Вот. Ну да, это несомненно. Это несомненно. Почему? Потому что народ начинает понимать. Сначала идет тестовый период, эти месяц там и полмесяца. Дальше, значит, он начинает приносить деньги. А чем больше деньги, тем что больше трафик просто. Тут вот-вот все-то и все. Я вложил 100 долларов, получил 130. Я вложил 1000, получил 1300. Я вложил 10 тысяч, получил 13. У меня, вот я говорю, знакомый, он занимается тоже этим делом. Он говорит, я покажу, как я заработал 150 тысяч рублей. Я говорю, покажу. Он открывает экран, и там написано, на рекламу израсходовано 700 тысяч рублей. Получено 850 тысяч. Он говорит, видишь, Юра, за один вечер, за два дня я заработал. А я ему говорю, старик, так у тебя 700 тысяч ты вложил, естественно, ты заработал 850. И ты знаешь, как это делать. У него там, кстати, куча наград, там он лучший-лучший, там какой-то по этому, по Яндекс.Директу. А здесь новичкам нечего и соваться вебмастера, как правило, не теряют деньги. Да и накопление тоже. Ну что ты придешь, чем начнешь ты там? 10 тысяч баксов, что ли? Или 3? Ну, 100 долларов ты вложила, положила, 120 получила. С потом, с кровью там, сбегать надо смотреть, куда правильно поставила, неправильно, и все. А может просто 100 вложить и 80 получить. Все, называется слип трафика. Вот так. Да, совершенно верно, совершенно тупо нам, только единственное, сиди, я говорю, самый простой заработок в интернете. Вложила и смотри, открывай и гляжи. Кого-то еще волнует, почему долго, да, уже это ясный вопрос, если кто-то смотрел. Ну, зайдите в любую CPA-сеть, зарегистрируйте, кстати, посмотрите все оферы. Там то же самое, 20, 30, там 50, 90 дней. Почему? Есть время возврата. Возможно, я сейчас продал холодильник, а через 3 дня заплатил, я, допустим, через мою ссылку продали холодильник, который стоит там 20 тысяч рублей. Я, собственно, мне уже CPA-сеть заплатила 500 рублей, я получил, а через 3 дня владелец пришел и говорит, ребята, а я что-то тут не хочу. У меня тут сломалось что-то и возврат идет. На деньги-то уже ушли мне 500, поэтому, говорит, товарищ, давай подождем 20 дней, вот этот владелец холодильника не вернется за товаром, ну, в смысле, не сдаст, продавь все. Вот, кстати, яркий пример, у Нины есть подружка, которая вообще покупает все в магазине и через 3 дня возвращает. Ну, вот такой человек, понимаешь, он придет, платье примерил, чего-то там сбоит, кроит, а возвращает обратно. Вот, чтобы избежать таких вот накладок, то есть деньги на ветер, и, собственно, все считаем деньги, есть так называемое время задержки. И оно колеблется от 20 до 90 дней. Вот в таком плане. Да, ты знаешь, я еще заметил, многие очень считают, что 25-35% это в месяц, это не в месяц, это на закупленную сумму закупленного трафика. И будет ли это через месяц, ну, это маловероятно, где-то полтора-два месяца. Потому что и товары разные, и оферы разные, ну, ты сам понимаешь, о чем я. Поэтому народу надо объяснять, что, ребята, деньги обязательно будут, но не в течение месяца. Ну, вот так вот, ну, все, давай.